Область знаний. Лекция на радио Звезда. Мавзолей. Рассказывает искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева. Область знаний. Сегодня мы с вами поговорим о мавзолее. На мой взгляд, довольно любопытном сооружении, которое в моем личном рейтинге входит в десятку лучших архитектурных сооружений в России. А почему? Вообще история мавзолея начинается, ну, как вы могли бы догадаться, в январе 1924 года, когда умирает Владимир Ильич Ленин. Через две недели после смерти Владимира Ильича Ленина комиссия, которая была создана по факту его смерти, комиссия по вековечению памяти вождя, возглавляет эту комиссию Феликс Адмундович Дзержинский, принимает решение о сохранении тела Ленина. И дальше встает вопрос, как организовывать, во-первых, прощание с телом Ленина, сохранять это тело и вообще, как его дальше хранить. И в этот момент в нашей истории появляется человек, который зовут Алексей Викторович Чусев, которому в 1923 году 150 лет и для которого мавзолей, как это ни странно, безделушка-то, в общем-то, на фоне его всех остальных заслуг, становится во многом лицом. Алексей Викторович Чусев, человек с академическим образованием, родился в Кишиневе, к моменту революции, он уже довольно известный и маститый автор, он построил порядка 30 церквей, он работал на царскую семью, он был кавалером святого Станислава и святой Анны, у него была огромная своя мастерская и вообще он был такой серьезный человек. Один из выдающихся именно московских архитекторов, который никогда не жил, как бы много где жил, но он всегда был московским архитектором, несмотря на то, что родился в Кишиневе, а учился в городе Санкт-Петербурге. Тем не менее, Алексей Викторович Чусев был одним из немногих архитекторов, который имел, владел и понимал, что такое строительная практика, потому что он был, помимо того, что он был выдающийся, безусловно, гениальный человек, он был выдающийся гениальный прораб. К этому моменту Чусев участвует, строит точнее то, что впоследствии станет Казанским вокзалом, конкурс 13-го года, строится Казанский вокзал до 23-го года, а конкурс не 13-го года, потому что Казанский вокзал строился 20 лет, соответственно, начало века. В 13-м году он туда прерисовал просто царскую башню, поэтому я перепутала. Значит, Алексей Викторович Чусев строит Казанский вокзал, и именно он был приглашен Дзержинским для строительства Временного мавзолея, еще тогда, когда Ленина думали хоронить. Просто все время продлевали прощание, и держать тело в колонном зале дворянского собрания, которое впоследствии станет Думом Союзов, было нецелесообразно, ну, по естественным причинам, скажем так. А поскольку в Москве стояли страшные морозы, родилась прекрасная идея построить временный павильон, куда переместить тело. Оно естественным образом заморозится, поскольку в Москве стояли 20-ти градусные, ночью температура опускалась до 30 градусов. И, соответственно, можно будет его более длительное время с ним прощаться, потому что со всей, ну, как бы, если верить официальной информации, со всей страны летели телеграммы, не хороните, мы приедем, значит, отдать последний долг или еще. В конечном итоге, получив определенное количество телеграмм, принято решение о том, что мы тело сохраняем, и первый временный мавзолей Щусева принято решение заменить. Что из себя представляет первый мавзолей? Ну, по сути, это три сарая. Один сарай побольше, два сарая поменьше. Алексей Викторович Щусев, я же недаром вспомнила про церковь, он вообще очень хорошо понимал, что такое поклонение святыням, и он организовал все достаточно просто. Значит, вход в это сооружение осуществлялся с левого сарая, дальше по дощатовому переходу мы проходили в главное пространство, там стоял гроб с телом Ленина, прикрытый стеклом, и выходили через правый сарай. Таким образом, я не могу это назвать по-другому, это прямоугольные деревянные сооружения, ну, выглядит как сарай. Значит, и таким образом люди могли идти сплошным потоком, не разворачиваясь никуда. И вот это, ну, выглядело недовольно так себе, лапидарная очень форма, очень скучная, очень грустная, и понятно, что для постоянного расположения он не подходил. Когда решение было принято о том, что тело мы все-таки сохраняем, и надо переместить его в какое-то временное сооружение, осуществляется в сооружении второй мавзолей деревянный, и там вот впервые появляется форма зекурата, который сейчас вызывает так много вопросов, и все, значит, это обсуждают, почему зекурат, а советский культ, вот это все ахинею, которую люди любят писать, посмотрев несколько телеканалов, и, значит, прочитав всякие бредовые идеи в интернете. На самом деле идея-то была гениальна. Я видела материалы конкурса мавзолей, который был объявлен в 1928 году. К этому моменту временный мавзолей уже стоял, и Щусев в нем участвует, и Щусев победит в нем, в общем, с той же формой, которую он реализовал в 1925-м. И я понимаю, насколько Щусев гениален. Область знаний. Дело в том, что мавзолей – это хорошо понятная и известная любому хорошему образованному архитектору, типология. Это обычно гиграндиозные сооружения, которые занимают значительную площадь и довольно высоко стоят. Это здания, которые помпезные, можно описывать одним словом, они помпезные, их невозможно не заметить, и они всегда превалируют над пространством. Самый яркий пример – замок святого Ангела в Риме, который когда-то был в мавзолеем Адриана. Если вы там бывали, вспомните, а если не бывали, посмотрите на фотографии, вы поймёте, насколько на самом деле гигантское это сооружение. Сама типология мавзолея идёт ещё от, ну, традиционное название, от имени царя Мавсола, усыпальницу которого описал Геродот в своих, значит, семи часов света. И усыпальница царя Мавсола или мавзолей, она становится одним из них. Но вообще мы все прекрасно с вами помним египетские пирамиды. Египетские пирамиды, которые тоже, по сути дела, являются усыпальницами, парадными усыпальницами египетских фараонов, и их тоже, знаете, очень сложно не заметить. То есть это довольно значительное сооружение. Отличие традиционной типологии от задачи, которая была поставлена перед Чусевым, очень проста. Ни одна усыпальница, ни египетская пирамида, ни усыпальница Ремавсола, ни мавзолей Августа или Адриана не предполагали посещения внутри. То есть Чусеву необходимо было обеспечить проход людей, чтобы люди могли пройти мимо гроба и попрощаться или просто поглазеть. Уж кому как повезет, или кто с какими чувствами придет, пройти мимо гроба Владимира Ильича Ленина. И вот это изменение типологии, это изменение задачи, дало в конечном итоге Чусеву большую простору для творчества, как это ни странно. Если все архитекторы Чавства ВШЕ в конкурсе 28-го года на мавзолее предлагали построить что-то в стиле Египта или в стиле первый конкурс 24-й еще. В 25-м был объявлен большой конкурс, Чусев построил временный мавзолей, да, подвели итоги в 28-м. Поэтому я и называю его 28-го года. Значит, они все, это был конкурс народный, там участвовали только архитекторы. Материал этого конкурса хранится сейчас в архиве, в бывшем архиве ЦК КПСС, на Дмитровке. И это были совершенно невероятные сооружения. Во-первых, они, как правило, все были циклопические, гигантских масштабов. Во-вторых, классические архитекторы шли по повторному пути. Например, Шехтель предложил пирамиду, построенную, стоящую на Триумфальной арке. И Афан рисует гигантского размера пирамиду тоже, но ступенчатую, и она должна была закрывать всю стену, то есть стены бы не было просто. А там были предложения построить что-то вроде замка святого ангела, то есть что-то круглое. Кто-то обращался, собственно, к пирамиде царя Мавсола, к усыпальнице царя Мавсола. То есть на выходе мы с вами получали со стороны профессиональных архитекторов такую отработку хорошо известной типологии. Там гробницы цели Метеллы, булочника Евресака, но все известные усыпальницы, только увеличенные в полтора-два раза, и с невероятным пафосом. Люди попроще предлагали, там еще была трибуна же в техническом задании, соответственно, Ленина на трибуне оставить. Ну там всякие невероятные совершенно проекты, они частично опубликованы, их можно найти в сети, но это просто одно из таких моих любимых историй про то, как русский народ отрывался в части увековечения вождя. Щусев предлагает, первое, довольно маленькое здание, здание, которое не выше стены кремлевской, здание, которое не прикрывает купол Сената, здание, которое идеально вписывается в площадь, потому что на ней не стоит. Щусевский мавзолей стоит на рву, то есть граница площади заканчивается ровно перед ним. Второе, Щусевский мавзолей, мало того, что маленький, он стоит таким образом, что он подчеркивает историческую вертикаль и горизонталь площади, то есть у нас появляется горизонталь между собором Василия Блаженного и историческим музеем, и вертикаль между, ну, там, наверное, это надо площадь разворачивать, что из них вертикаль, что из горизонталь, но неважно. И второй перпендикуляр между главным входом в ГУМ и памятником Минную Пожарскому и собственному залею, и, соответственно, куполом Сената. Таким образом, Щусев идеально вписывает это дело в существующий архитектурный ансамбль, третий, мавзолей красный. Щусев облицовывает его красным гранитом под свет площади, и парадокс ситуации состоит в том, что самое важное здание большевистского пантеона, коммунистического пантеона, становится самым незаметным зданием на площади. Он настолько изящно туда вписался, что когда мы сейчас смотрим на него, нам кажется, что он там был всегда. Могу вам привести пример. Некоторое время назад, еще до ковида, вышел, по-моему, или там сразу в ковид, вышел британский сериал, который назывался «Последний царь». «Ласт царь». А там был титр, который в России довольно широко разошелся, значит, вид от исторического музея на собор Василия Бурля через мавзолей и подпись «Москва, 1904 год». То есть, он настолько там удачно стоит, что люди, особенно не погруженные в русскую гонку, им даже в голову не пришло, что в 1904 году он вряд ли там мог стоять. Есть третье и самое важное, на самом деле, фактор, которым я хочу сказать. Дело в том, что Вщусев, выбрав форму Зиккурата, убрал вот эту вот семантику заупокойного культа из своего здания. Дело в том, что это мы сейчас с вами знаем, прошло сто лет, мы сейчас с вами знаем, что это мавзолей, а в начале XX века никто этого не знал. Что такое Зиккурат, никто не знает. Зиккураты строились в рамках огромной цивилизации, это Вавилонская цивилизация или там то, что было до них, всевозможные цивилизации. И, ну, самая известная Зиккурат в Уре стоит, это приблизительно 30 километров от Багдада. И что, зачем эти штуки ставились, никто не знает. Это гигантские циклопические сооружения из глинобитного кирпича и камня, назначения которых мы не понимаем. И они пирамидальные, поскольку, но это не просто ступенчатая пирамида, это прям вот Зиккурат. Самым известным, пожалуй, Зиккуратом в мировой истории является изображение висячих садов Семирамида. Вот это вот классическая история Зиккурат. Что это такое? Зачем это ставилось посреди пустыни? Никто понять не может. Семантики у них определённой нет, в отличие от замка святого ангела или усыпания царя Мавсола. И для нас это абсолютно абстрактная форма. Щусев, с одной стороны, воспользовался очень древней идеей, не просто её актуализировал, а благодаря эпохе авангарда актуализация древних идей стала, в общем-то, расхожим местом. Щусев превращает, и придаёт ей новую семантику, новые значения, и уже вслед за Щусевом люди начинают строить свой мавзолей в подражании Щусевскому мавзолею. То есть он, по сути, переворачивает представление о целой типологии, причём типология довольно старая, одна из древнейших типологий на Земле. И всё на выходе мы с вами получаем совершенно удивительную штуку, которая стоит в центре города, в самом центре города, значение которой не очень понятно, которая скрывается умело, несмотря на то, что стоит практически на самом видном месте площади, и которая при этом выполняет кучу функций, в том числе и функцию трибуны, которую так изящно Щусев туда вписал, чушь греха таить. На выходе мы с вами получаем совершенно удивительную вещь. Самое незаметное здание, самое важное, идеально вписанное, практически незаметное, но, повторяюсь, но при этом очень качественно сделанное, очень точно рассчитанное и правильно спроприционированное, и при этом выполняющее свою функцию, Владимир Ильич Ленин до сих пор там хранится, его тело, точнее. А с появлением мавзолея переехал памятник, как вы, наверное, знаете, памятник Минной Пожарскому переехал к храму Василия Блажанова. Есть московская легенда, что из-за стишка «Скажи мне, князь, какая мразь у стен Кремлевских улеглась? Там, где казнили пугача, лежат консервы Ильича». Есть еще много всяких разных легенд, включая про прорванную канализацию и фразу патриарха Тихона, что по мощам агелей, когда мавзолей залили, значит, я, честно говоря, не готов это каким-то образом комментировать. Надо сказать, что к архитектуре мавзолея и к произведению Алексея Викторовича Чусева это имеет весьма отдаленное, на мой взгляд, отношение. Важно другое. Важно то, что мавзолей, как и гумно против него, как и собор Василия Блаженного, исторический музей и сама, собственно говоря, Кремлевская стена, и даже то, что стало стоять за Кремлевской стеной, именно сенат, все это превратилось в единый архитектурный ансамбль, который в нашем представлении неразрывно друг с другом связан. Убери сейчас мавзолей оттуда, и получится дырка непонятная, которая будет, и это вызовет массу нареканий и массу протестов. Понятно почему. Для людей, которые выросли, уже сто лет мы живем с ним, он настолько привычен, настолько удачно вписался, что на протяжении очень долгого времени мы не мыслим Красную площадь без него. И для нас Красная площадь это прежде всего мавзолей. В последнее время его закрывают счетами на парады, власти Новой России никогда не поднимались на мавзолей, как это делали власти Советского Союза. И мне кажется, это тоже очень правильно, потому что это все-таки символ другой ушедшей эпохи. Та же, как в Покровском соборе не ведутся службы постоянно, они там никогда постоянно не велись, это никогда не было приходским храмом. Да, вот есть вещи не проходящие, это музей и торговый центр, а есть вещи проходящие, это мавзолей. И мне кажется, что это довольно важная и точная вещь. По мне, я искренне считаю, что это лучшая построена Кущусева, что это наиболее, очень жалко, что у нас нет проектных чертежей, к сожалению, они не сохранились. У нас есть проектные чертежи только первого деревянного мавзолея, второго точнее. к сожалению, все проекты мавзолея до сих пор засекречены по понятным причинам, потому что там работает и до сих пор тело Владимира Шалейна там лежит. Мавзолей Область знаний Мавзолей, мне кажется, все-таки стоит вот эту супальницу от Красной площади надо, конечно, на мой взгляд, убирать и превращать мавзолей во что угодно. То есть это, конечно, музейное пространство, потенциально музейное пространство, в том числе, учитывая, что саркофаг для Владимира Шалейна первый делал Константин Степанович Мельников. И этот саркофаг, да, но там много всяких разных соединений, бесконечных каких-то пересечений и так далее. И саркофаг Владимира Шалейна становится таким важным местом, в свою очередь, уже такой полу-легендарности. Потому что долгое время считалось, что он утрачен, а потом выяснилось, что он не утрачен, но вполне себе сохранился. И он есть, он подлинный, и он есть, он хранится в собрании Государственного исторического музея, который они почему-то никому не показывают. Они сейчас готовят большой проект к столетию со дня смерти Ленина, который будет в январе. Может быть, там покажут. Потому что саркофаг, конечно, я бы посмотрела, что называется, в сборе. Что же касается самого Мавзолея, то для 20 века идея Ищусева оказалась более чем актуальна. Во-первых, Мавзолеи появляются во многих других странах, и многие из них строятся с оглядкой на Ищусевский Мавзолей. А более того, эту форму повторяют даже в частных склепах на кладбищах, потому что вот эта типология все-таки Ищусев ее поменял. Для самого Алексея Викторовича Ищусева это была охранная грамота, потому что после доноса в «Правде» в 1936-1937 годах, когда Савельев и Стопран написали открытое письмо про то, что архитектор Ищусев, пользуясь своим старорежимным прошлым, отнимает у них проект гостиницы «Москва», именно Мавзолей спас Ищусева от опалы, потому что не может автор Мавзолея попасть в опалы. Та же, как Мельникова спас саркофаг от лагеря. Я думаю, что такие идеи были. И дом он свой сохранил, потому что он был автор саркофага. То для... Ну, саркофаг в конечном итоге вынесли, но автором первого саркофага он остался. А Счусевский Мавзолей стоит, стоит до сих пор. Я думаю, что во многом для Алексея Викторовича Ищусева, конечно, Мавзолей был таким важным, как вот в свое время для него стало важным Марфа-Маринская обитель, которую ему заказала царская семья, великой княгиней Елизаветы. Таким образом, парадокс. Алексей Викторович Ищусев построил для великой княгини Елизаветы, которую в конечном итоге убили большевики, а потом построил цыпальницу для главного большевика, а потом еще много чего построил. Вот такая вот судьба невероятного человека. В октябре 23-го года будет большая выставка, посвященная Алексею Викторовичу Ищусеву в музее архитектуры, к которой я имею некоторые отношения, и к которой я настоятельно рекомендую вам посетить, потому что, ну, это, конечно, глыбища. Человек, великий, великий, невероятный, потрясающий архитектор, который построил далеко не только мавзолей, но мавзолей для него стал таким самым важным, самым серьезным, я думаю, самым значительным сооружением, несмотря на то, что на самом деле это самая маленькая постройка Ищусева, ну, не считая его там ранних надгробий, которые он делает, когда был совсем студентом, это самая маленькая его работа. Так что не всегда ценность архитектуры определяется ее назначением, Не всегда ценность архитектуры определяется, тем нравится она вам или не нравится. Но, безусловно, на мой взгляд, Мавзолей – одна из величайших архитектурных сооружений в мире. И уж совершенно точно в России. Рассказывала искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева.